Никита Подковольников Никита Подковольников Ну что ж, время объявить Никиту Подковольникова 17 профессиональных поединков в его активе И самое главное, самый большой предмет для гордости, наверное, на данный момент Это 5 побед подряд Причем Подковольников с самого начала своей карьеры Объездил огромное количество разного рода локальных, небольших, но и в том числе достаточно крупных организаций 5 побед подряд в активе от Подковольникова Коротко, какие организации он объездил и где смог победить Это Урал FC, AC, Kingdom Professional и Open FC Причем никого не будь, а окопа Степаняна досрочно удушающим приемом Вот такой вот неплохой послужной список у этого парня Проигрывал он Магомеду Магомедову еще в М1 в 2018 году Из, наверное, таких самых сложных своих поединков, которые не получились Ну а первое противостояние его было в 2016 году И в первой, буквально на первой же минуте, на минуте 30, коленом очень плотно попал фаршор Фудину Касратову И добился досрочной победы Добро пожаловать в октагон обладатель чемпионского пояса из Таджикистана! Бух и Псо Голобов! Если ты завтра не проснешься Если так выйдет, что Сегодня Твой последний день на земле Гордился бы ты Тем, что успел в этой жизни Появляется чемпион на УПДФС в полулегком весе Магимшога Лобов на важных экранах Этот пояс он завоевал 18 мая этого года За 31 секунду он сумел одолеть Аминда Гасимова Да и вообще все в порядке сейчас у этого спортсмена За всю свою карьеру он проиграл лишь дважды И было это довольно давно В дебюте За коллективом ММА как раз выиграл досрочно В втором поединке уступил треугольник Николаю Денисову Следом, простите, серии с трех побед И одна из них случилась уже в УПНФС Победил тогда решением от обега Тахирова Далее правопера ВСЯ Янг Эгглс Однако Рамазан Ахматов оказался не по зубам И все, с тех пор горечи поражений Мухимшо не знает Три боя, три победы Две победы решением Разделим над Бестаном Абдашимовым Единогласным на УПНФС 38 Над Раджавом Касумбековым И та самая победа над Амином Гасимовым Ни один бой в карьере Баггемшо Гулобова не продлился пять раундов Может быть сегодня эта статистика изменится Кто знает И так бойцы в клетке ждем представления спортсменов Дамы и господа Наступил момент, который вы все так долго ждали Лига ОПНФС совместно с бойцовкой клуба СЕЙЧ с гордостью Представляют вам главное событие вечера Пятираундный бой за титул чемпиона ОПНФС в полугольном весе Представляю вам судейский корпус Главный судья Алексей Земсков Судьи у клетки оценивают главное событие Алексей Горохов и Евгений Грибков Ваш судья хронометрист Кирилл Киселев И со звуком сирены рефери в октагоне Максим Протасов Итак, дамы и господа на трибунах Миллионы фанатов боев во всем мире В прямом эфире с арены Лахтахол На телеканале ОКО ТВ Главный бой вечера Бой за титул чемпиона ОПНФС Представляю вам соперников И первым претендента в синем углу клетки Ему 31 год Рост 178 см Вес 66,3 кг Его профессиональный рекорд 12 побед 5 поражений 11 побед Одержаны досрочно Дамы и господа Представляющий Город Тольятти И клуб Сечпро Россия Финалист Кубка Мира И Кубка России по боевому самбо Претендент на чемпионский пояс Вот он, Никита Под кафальником А вот и его соперник В красном углу клетки Обладатель чемпионского пояса Бойцу 24 года Рост 182 см Вес 66,3 кг Его профессиональный рекорд 7 побед 2 поражения 3 победы Одержаны досрочно Дамы и господа Чемпион Таджикистана По МВ и боксу Представляющий Ахмат Таджикистан И Тим Байонов Из Харага Таджикистан Обладатель чемпионского пояса OpenFC в полулегком весе Вот он Мухипша Голлф оба Бойцы на середину Парни, внимательно слушаем мою команду И активно защищаемся на протяжении всего поединка Руки пожали По углам Главное событие турнира оба NFC 47 начинается прямо сейчас Титульный поединок Полулегком весе между Обладательным тропеем И Кившо Гулобовым И претендентом из Тольятти Никитой Подковальниковым Итак, смотрим 5 раундов по 5 минут Понадобятся Они все Ответы знаем Совсем скоро Рвались парни Вперед Здорово Прихватывает ногу Подковальников Ох Ох Какой удар В прыжке Оформил Никита Да, это было в сетку Но это было очень эффектно И очень опасно Потому что это Попахивало нарушением правил Там 3 точки показалось мне На мгновение были И пошел Пошел вперед опять Подковальников Вот такое желание У Никиты Полудрешимостью Он забрал сегодня Поезд Кстати, обратите внимание Затейпированы у него Колени Причем как на правой Так и на левой ноге Центр остается Замок Кившой Который пока никуда не торопится Едва не пропускает Левый, боковой Сразу пытаются ответить Немного подвигаться Ну и фондастоль яркого начала Сейчас небольшое затишье Как будто бы никто из них не хочет до конца работать первым номером Складывается впечатление, что хотят поймать друг друга на ошибке Но окейг тем временем Очень нервное начало на самом деле У кого нервы крепче Кто первый бросится, кто первый провалится Мимо Там и там И пока у нас все без борьбы Нет ни винтов, ни проходов И попыток сблизиться И возможно заклинчевать оппонента Но где-то чистые удары Публика ждет Первая атака С корпуса на голову переводил подковальников Поджал здесь вроде бы к сетке И потенциально может атаковать Есть давление, удар с вращением И заход в борьбу от Гулобова Мохипшо чувствовал, что будет делать сейчас оппонент И очень здорово забрался за спину Кстати говоря, только одна победа с Абмишиным есть в карьере у Мохипшоа На данный момент 4 победы решения 2 победы нокаутом Очень крепко заряжал левым коленом сейчас по задней поверхности бедра Продолжает держаться за спиной Предпринимает попытки там разжать захват, я так понимаю, да Подковальников Охраняет Гулобов Замок Разворачивается Никита Здорово Продеть руку не получается Да, наверное, я думаю, попытаются это сделать Там есть такая возможность Да, нужен нужен Андерхок Никита Подковальникова Ну да, уж очень позиционный получается этот поединок Поэтому Протасов дает команду экшен Активнее Но пока это только первый раунд До конца которого остается минуты 40 Пока такая суховатая борьба в стойке Зацеп В исполнении Мохипшоа Да, потенциально выглядело неплохо Попытка здесь бросить Под хватом по две ноги Да, висит определенное напряжение Но Отменяя того, что Максим Продасов может сделать еще одно предупреждение Необходимо быть активно Активными, простите Работает коленом у Хипшо Вот и Да, собственно После того, как начал уже говорить о том, что будет разводить по разные стороны Продасов Тогда клинч разорвался Кто сумеет забрать концовку и возможно украсть раунд Потому что пока была такая сухая борьба Одно-два попадания Может все здорово изменить И пока слишком ровно И причем ровно из-за отсутствия большого количества технических действий Лоу-кик Тоже двойка От Голубова Здорово цепляет лишнюю ногу под Ковальников Здорово Ой, как на опережении действовал Максим Шо Ничего еще не есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, второй раунд Голубов против Ковальникова Здорово прихватывает ногу под Ковальников Поддавливает Не очень содержательный получился первый отрезок Но здесь, судя по всему, по тому, как он начинается Выглядит многообещающе Пока опять же очень много обманных движений Очень много рывков, микрорывков И практически нет ударов Здесь тоже все мимо Хотя, безусловно, секунданты реагируют максимально активно Просят Мухепшо Немножко На маятнике работать Потому что он стоит просто напротив своего соперника Джеб тем временем И заход в борьбу Пошел в первом борьбу Никита Подковальников В отрезке по номерам один В стойке Навязал борьбу все-таки Голубов Да и сейчас разворачивает оппонента Ну, прямо, скажем, не хотел бы, чтобы этот бой Превратился в поединок с обилием контроля Да, он будет не очень зрелищным Немножко не дотягивать по напряженности, которая была до Цеплялся за сетку Подковальников Да, вот сейчас любопытный эпизод Не будет возвращать в предыдущую позицию Протасов Просто нужно работать до остановки Вновь прессингует Никита Он обещал устроить Мухепшу 5 тяжелых раундов И здесь, кажется, был точен Голубов Неплохо Плотный галфкик Настойком Никита вернулся Мухепшу, на самом деле, очень хорош на руках И, в принципе, длины ему хватит пробить Но он пока не использует это оружие Опять же, обманные движения должны быть такими, чтобы оппонент верил В них и, соответственно, делал движение Совершал ошибки Зарубились Теперь есть чего оценивать Но слева по защите Вот здесь разбил неплохой, опять же, без точных попаданий Колено Здорово Перед шею Никита Да, там такая передняя подсечка была неплохая Чуть-чуть раскачал, вывел из равновесия И пока застряли Застряли здесь мозгоседки Там под Ковальникова Повел гематома В районе Левой щеки Да, совершенно верно Отсюда ее видно Две минуты до конца второго отрезка Ну и тоже, опять-таки, слегка патовая ситуация С одной стороны, есть прихват за шею С другой стороны, Мутипшу понимает и контролирует происходящее Зацепт Стоит под Ковальников Перевода не будет За спиной все-таки оказывается Мутипшо Продолжает здесь Искать возможность для перевода Цепляется за сетку уже под Ковальников Предупреждение И посадки не будет Но будут войти дальше Протаса в следующий раз снимет бал Очень не нравилось это Гулобову Ну и, в принципе, абсолютно закономерно Только, наверное, реагировать так в рамках поединка не стоит Еще один Джебел Видно, что изучили друг друга парни Никто не рискует Есть ставка на борьбу с Тойкина Контроль определенный у Гулобова Здесь добавил мидлкек К корпусу слегка Но очень опасается, безусловно, и тот, и другой Попасть под такой тяжелый удар, как под поезд Чуть больше работает первым номером Гулобов Вот после той микропаузы Вызванный нарушением правил Хорошо Погорбус от Истат Мухепшо Первое чистое попадание в этом раунде, возможно И уже последние секунды Ну и так, видимо, раунд и закончится Судя по всему И еще кончат отдержки Алис, окончили его позицию Итак, смотрим, третий раунд Голова против Отковальникова Вновь нагружает переднюю ногу Дипшо Давит под Ковалин Никита стремится начинать каждый раунд активно Но сделать этого не получается Здесь двойка Неплохо вот как раз от Никиты И только небольшая пауза На руках этот поединок может быть очень любопытным И тогда может иметь значение Территориальное преимущество Может иметь значение Кто больше работает первым номером Заход в борьбу Мы это уже проходили Первое движение от Никиты Затем разворачивает Голова в клинч Попытка посадки Хватание сетки И нарушение правил Так было два раза Ну или разрыв клинча Как вариант Пока здесь Да, все идет по тому Как ты, собственно говоря, и озвучил Без особого Развития событий, скажем так Пока не подсаживается Мухим Шо Да, здесь зацеп не получится сделать Из этого положения Есть захват за корпусом И вот Здесь переводя Корпус Перекладывая Вместе с зацепом Пытался Мухим Шо перевести Но в итоге Тейкдаун мы с вами не увидели Пожелый локоть Прилетает от Подковальникова И постепенно приближаемся Мы к середине встречи Пока Голубов Рассчитывает забрать этот бой На чистой тактике Да, вот так Отрабатывая Спокойно Возле сетки Не рискуя Поставляет ногу здесь для баланса И перевод Для Мухим Шо Голубова Очень важный Тейкдаун Первый в этом поединке Боковой контроль Много пространства О, Мухим Шо Возможно будет Приключать еще и колени По корпусу Мастит Никита Подковальников Выбраться не может Работает там по корпусу Раз за разом Мухим Шо Локтями Там открыта Селезенка И Ничего пока не может Придумать В качестве обороны Просто грузит И грузит удары И тяжеловато Дышит Никита Витт Ну вот как раз Первый тревожный звоночек Прозвенел для Подковальникова Именно в третьем отрезке До этого все было Очень так близко И на Тойненького Ну а сейчас Доминация конечно видна Ну и локти пошли Однако Никита здесь Восстанавливает гард И из этого положения Уже для него Не кажется все так опасно Попытка выхода На рычаг локтя Не уменьшался успехом И классическим образом Отрабатывает чемпион Кормус голова Здесь Глобову Ничего не надо придумать Если Еще полторы минуты Он так Сможет проконтролировать Соперника То Вполне вероятно Будет 3-0 По раундам И тогда уже Никите придется Как-то рисковать Да Если этот раунд Еще Можно отдать То Двух последних Нужно делать Невозможно Нужно доминировать В невероятном стиле И при этом Именно этот отрезок Получается Самым Менее Конкурентным Но При прочих Равных Мы же начинаем Оценивать Агрессию Движение Вперед Переводы Здесь Здесь рискует Немного Никита Пытается Подняться Ноги Заправить Не удается Магипшу Голубого Еще несколько Ударов По бедру Еще одно Предупреждение Да Было Да Протасова Не совсем Я понял Правда Кому она была Адресована Но наверное Никите Бьет изнутри Здесь не очень удобно Опять же Магипшо Но Гулова Продолжает Держать В общем-то Это положение И Вполне себе Забирает Этот отрезок Впереди Чемпионские Раунды И так Бостепенно Завершается у нас Перерыв А я напоминаю Что завтра В 20 часов 30 минут Начинается Торнир Из Саудовской Аравии Где Фрэнсис Ингану Будет биться С Трэном Феррейрой Там же Еще и Видельный поединок Эблин против Эдвардса Реванш И конечно же Крис Сайбер Против Ларисы Пачека Не пропустите Только Вока А у нас Четвертый раунд Гулобов Против Подковальникова Начинает С левого бокового Подковальников И пошел размен Чуть более веселый бокс Мы наблюдаем В самом начале Лишь бы он не закончился Очень быстро Ой-ой-ой Таких через блок Перемещается И по печени Отличная Атака была От Никиты Вот там по-моему Все-таки в корпус Попал До печени не достал Но удар был плотный Да Да-да Вложение там было Километровое Мимо По ближней ноге Легкая перестрелка Была на руках Опять Аккуратничают И тот и другой Ну что ж Здесь уже минута Без борьбы Не хватает дистанции Чуть-чуть Никите И здорово Передней рукой зацепил Тут же пошел в борьбу И что здесь Очень опасная ситуация Нет Не пойдет Так помотал головой Мой хипшок Понял что Надо бросать эту затею Начинает Закислиться рука Просто защищаться Наверное Этого достаточно А вот у Подковальникова Есть хороший шанс Все-таки вытащить Здесь не получится Чуть-чуть Никите Не хватило До перевода И вот сейчас Может улучшить позицию Мой хипшок у лоба Времени еще предостаточно Три минуты Изнутри Там немножко побил Мой хипшок Не очень Концентрированные были удары Хороший спрол Ну что Будет выходить На удушающий Через руку Мухимшок у лобов Или нет Предпосылки Для этого присутствуют Коленом в голову Работать естественно нельзя Рисковать Забрасывая ноги На гильотину Тоже не будет У лобов Но это надо тогда Вот сейчас Он левую Стал просовывать Правой накрывать И в эту же сторону Сваливаться Для рычага Да Сваливаться И еще проворачивать Обонят Вот Сейчас будет слэм Смотрим Понес свой угол Нет Слэма нет Есть просто Аккуратный Тейкдаун Но символичный момент В четвертом раунде Две минуты до конца Да Да Просто отнес И слушает Сейчас своих секундантов Потому что они Располагаются Непосредственно Возле сетки Не хватает Активности Напоминает Об этом Протасов Что нужно Нужно оживиться Довольно Интересное решение Мухимшу Действительно Поднял спортсмена И просто Понес его Чтобы пообщаться За своими секундантами Чтобы лучше их слышать В первую очередь Конечно Вот я бы сейчас На месте Протасова Уже вмешался В это противостояние Но ты не Максим Протасов Есть попытка удушения Смотрим Нет Не получится Сразу же Заревела публика На арене Еще одна попытка В другую сторону Глубоко Глубоко Заводит руку Есть воздействие Смотрим Смотрим Терпи подковальника Нет 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 Пока Рычага нет хорошего Рука Правая не заведена За затылок И там еще и подбородком Себе Никита Помогает Полминуты Полминуты остается И это очень много времени Все равно Снимает здесь руку Подковальника Очень опасная ситуация Но терпит Терпит пока Терпит пока Подковальников И уже времени Глубоко Просто не хватит Завершить этот удушающий прием Сейчас будет последний перерыв И всего 5 минут Останется Останется у Никиты Для того чтобы совершить чудо Или же Мухим Шо Останется полноправным Владельцем пояса ОПНФС Полулегка Да, сказал я Что нужно вмешаться Протасову Но вот где профессионал есть Так Каждый находится Мне кажется На своем месте Вот здесь Максим Очень четко понимает Что половина приема Уже сделана Мухим Шо Можно дать шанс Еще подождать И в итоге Посмотрите Чем раунд закончился Браво Максим Но вот как раз Сейчас и возникают Диалоги Опять же По контролю в стойке По контролю в борьбе Когда считать Активным Этот клинч Когда он является Подготовительным Для проведения Того или иного Сабмишина Просто Если этот клинч Становится слишком долго На это Довольно сложно смотреть Зрителю Это не нравится Это не нравится Организаторам Возможно Какие-то изменения Здесь будут Но Насколько кардинальными Они будут Это неизвестно Заключительный Завершу мысль Здесь всегда На усмотрении Все-таки Субъективно Рефери Да Именно это И не нравится В том числе И Дэнни Уайту Каждый Плюс один Тейкдаун Для него И Хабгард Уже Да В диагональном Контроле Здесь Прихватывает Шею Очень плотно Располагается Мухипшо Лежит Абсолютно Мертвой Вот этой Бетонной Плитой Были случаи Душили уже Из диагонального Контроля Но пока Предпосылок Я не вижу Но вот опять же У чемпиона Должен быть фундамент Пояс завоевал Гулопов За 31 секунду А сегодня Он подводит Цемент Кирпичи И строит Строит Весь этот Пятираундовый Фундамент Своего будущего Возможно Долгого чемпионства Ну Исходя из того Что он показывает И показывает Его оппонент Подковальников Пока не наработал Для того Чтобы Забрать Чемпионский пояс Не наработал Увы Вот сейчас 3.30 Да На часах Последний Пятый раунд И Мы видим Картинку А вот здесь Пошел по-моему Душить с рукой Вместе Мухимшону Нет Не получится Да Тут еще один момент Сколько сил Осталось у Гулопова На данную секунду Будет ли он Включать форсаж Каков запас У этого парня Ручной треугольник Да Но пока Он не пройдет Здесь Угол немного Не тот И Никита продолжает Получать Кислород А вот здесь Обход Хорошей защиты Вместе с рукой Еще раз Там пытается Кушить Накидывает удары Смотрит Братасов По поводу Если еще Для форсажа силы Полагаю Да Дело в том Что Весь поединок Гулопов работает В таком ровном Для Механизма Ритме Без Так сказать Форсирования Да Без Увеличения темпа Серьезного Поэтому Не было Серьезных Нагрузок Для того Чтобы он Истощился Поэтому Вполне Сейчас У него Ресурс Еще есть Ну да И первые 10 минут Вообще Были Очень легкими С точки зрения Наркозатрат Несколько ударов Пытается Подняться Никита Но Одна нога Заправлена Есть риск Перехода На удушение Сзади И Здесь Рюкзак Оформляет Гулопов Хороший Слон Назад От Подковальникова Но Он Ни к чему Не привел Бангурда Придет К удушению Очень опасно Левую руку Опять заводит Через левую руку Постоянно Пытается Задушить Мухимшо А вот теперь Через правую Вот теперь Через правую Нет Не получится Стойко себя ведет В защите Никита Подковальников Напоминаю Что удары Слиз Очень опасная Речь Опять Растягивает Опять Растягивает Мухимшо Еще одна Небольшая Пауза И сейчас Начается Последняя Минута Уже Этого Пятираундного Чемпионского Противостояния Боковой контроль В итоге Пока продолжает Вкатывать Глобов Оппонента Особенно Это видно В четвертом Икатом отрезке На данной Должной Именно функциональной Подготовки Все-таки Боковой Здорово Дышит Да Тут Артур Ахмедов Как раз таки Из-за Волджима Отмечает За борьбу Ему честь и хвала Ну и Доводит Доводит Глобов Этот Поединок До логического Завершения Цепляется Опять за сетку Подковальников Но нет смысла Давать здесь Снятие балла Потому что Это даже Никак На исход Не повлияет Здесь уже Идет диалог Последнее Мгновение И сейчас Будет Финальная Сирена Отправляется Праздовать Уже Абукемшо Глобов Александр Гульянов С первой Лени Ура Читает Анна Гульянова Никто не сомневается То что Мгновение Глобов Будущая звезда В свои 24 года Сегодня Он оформляет Еще одну победу 5-0 По раундам Скорее всего Да Причем Пытался Это нам Сказать Мгновение Еще когда Находился Сзади Соперника Но вот Сейчас У него Появилась Такая возможность Непосредственно Опасался Я за здоровье Мухемшо Потому что Стол Мог не выдержать Плюхнулся На него Серьезным образом И вот И вот заборол Первый полный Первый полный Пятираундовый бой Для Могемшо Глобова Официальные лица Официальные лица Уже В клетке Бальцы Серьезным Серьезным Таким образом Единогласным решением Одержал победу И Остается Чемпионом ОПНФС В полулегком весе Мухемшо Глобов Таджикистан Официальные лица